Слышу голос из прекрасного далёка, голос утренний в серебряной рассе. Так, дядя, так, Вася Кокс. Сейчас тоже интересная тема, время у нас полчаса осталось. Я доволен, кто-то даже за меня пытается кого-то отругать, мол, чуть-чуть не заступаться за меня. По принципу, у дяди Валера всегда прав. На самом деле, мне нравятся такие выпады, напады. Они мне дают время подумать и достойно ответить. Вот, сейчас ещё глоточек. Добрый день, Валерий, судя по вашим рассказам, бороться с грибами не надо. Кстати, как это самое, как он гриб-сортовик-то изнутри, из сердцевины-то достанет ножом? Только если дерево спилить полностью. А это всё равно борется. Снаружи висит этот, как он, шляпка, да? Гриб внутри. Нет, шляпку содрать. А ему же нужно съедать мальчик-сортовик, не трожьте его шляпку, не мешайте работать. Это санитары, так же, как муравьи. Грибы – это санитары. Когда это поймут, друзья, смотрите. Сейчас я попытаюсь вам ответить, заранее скажу. Я каждый раз боюсь. Это мировое то, что я утверждаю, что грибы не едят живую ткань. Вообще не едят, да? И вся технология по их обеззараживанию, умертвлению, мышлению является ошибочной. И выливается в том, что миллионы тонн ядохимикатов по всему миру, раз. Значит, больная почва, больные деревья, больные плоды, больные люди. Это всё через себя пропускаем. Два, вот. Каторжный труд, из-за которого многие бросили дачу. И тут же я, помните, сколько там, семь этих, семь даты, всё это, и опять берём. Вот человеку, надо было это написать? Если бы не мой сад, стал бы я так утверждать. Вот. Я сделал, официально утверждаю. Мне нужны свидетели. Я должен сказать, когда это. Ну, я уже сто раз говорил, но пусть будет хоть раз официальная дата. 17 часов 34 минуты. Так. Вот. По московскому времени. 16 ноября 2000-2000. За этим, когда наука это подтвердит. Ирина Александровна, нас так мало, да. Что вы сейчас, на данный момент, науку одна. Ирина Александровна Савиньевич. Вы представляете, кто одна единственная. Когда-то, если вы докажете это, кистохимия, микроскопы, опыты, что это правда. Вы будете второй и последний после меня. По смертной нам не дают эти, как нобелевские премии, да. Ну, тогда меня вспомните, добром словом. Вот, когда он будет уничтожать на русской премии. Это мировое открытие. Это здоровье всего населения планеты. Вот. Это здоровье почвы и так далее. А почва отравленная, знаете, что в ней погибает? Правильно? Бактерии пошло-поехало от этого. И все цепочки погибают пищевая. Вот. Это мировое открытие. Я вынужден один раз сказать. Я до сих пор говорил вроде по делу. Поэтому и тут мне поверьте. Вот. Это мировое открытие. Допустим, спорят там Дарвин. Происхождение видов. Прав, не прав. Вот. Есть да, есть нет. Человек старше 30-40 тысяч лет назад. А это там тысяча две поколения назад. Человека на планете не было. А нам мозги пудрят. Ни одного черепа человеческого, да? А чтоб череп-то развился, надо же, в миллионы лет. А их нету. И вот нам пудрят в мозге дарвинизм. То есть, если считать, что дарвинизм. Это все-таки. Я его называю гениальное открытие. Частный случай происхождения жизни. Частный случай. Частный. То есть, внутри вида можно чего-то добиться. Хвост короче, хвост длиннее. Ну, поняли. А здесь мировое открытие, потому что оно имеет практическое значение. И когда-то оно станет достоянием уже всей планеты, всей науки. Сейчас только вы это знаете. Но среди вас тоже растут. И детям скажете. Сами перестанете гробить здоровье. Покупать яды у себя. Но это только капля моря. Вся планета этим занимается. И тогда окажется, что именно грибы. Часть экосистемы. Часть живой планеты. Со своей ролью. И бороться с ней нельзя. И это когда-то станет главной сенсацией мировой. Если мы еще в том времени будем живы. Потому что глупостей столько, что это еще самое такое. Это еще микроглупости. Вот теперь 16 ноября я еще объявил это как мировое открытие, которое должно изменить наш мир. Ну а теперь реальный вот этот человек. Как я докажу Васе Куксу. Естественно, что он не поверил ни одному слову из прошлых вебинаров. И не обязан верить. Нам взять такие нужны. Наука же поверила Дарвину. Наука поверила, что можно было однажды из грязной лужи выполз этот самый. Как этот самый. Не на конвейер. Конвейера еще не было. Методом сборки собрался сразу живой организм. И мало того, он начал делиться пополам почему-то. Начал потреблять чего-то. А что потреблять? Пищи-то еще не было этой. Органическая. То есть мог есть только минералы. И с него якобы жизнь пошла. Сказки Венского леса. И вот что получается. Конкретный человек мне не поверил. А знаете, что я скажу? Давайте в следующий раз это. Трудновато. Особенно новичкам. Вот это я сейчас пропущу. Но потом отвечу. Потому что вопрос-то интересный. Может и людям, заболевшим, не обращаться к врачам. А это не так-то просто. Помните, мальчик от тузенца, если отмыть, ни разу в жизни не мылся. Он умирает. Помните? Есть о чем поговорить. Грибы же свои едят, по вашим словам. Своё же. Своё. То есть мертвичина. Поэтому отвечу абсолютно в следующий раз. Хорошо? А пока, так как время наше заканчивается, мы лучше ещё пару интересных тем. Спасибо.